В мышлении и в творчестве человек должен всегда занимать какую-то позицию. Без позиции бесполезно что-нибудь делать. Ты ничего не сможешь понять, не имея своей позиции. Понять можно только тогда, когда ты знаешь, для чего это нужно тебе. Вот нельзя просто изучать историю философии. Никогда ничего не поймешь. Историю философии можно понять только в том случае, если ты сам придумал какую-то свою философию и хочешь понять, лучше других она или хуже. Вот у тебя там шкурный интерес, vested interest. И эта позиция включает, во всяком случае, и политическую позицию. Все вместе. Надо занимать позицию. Когда ты занимаешь какую-то позицию, весь мир становится для тебя осмысленным. Если у тебя этой позиции нет, ты можешь сутки проводить в библиотеках, все перечитать, и все равно это будет достаточно бесполезно. Субтитры сделал DimaTorzok Что такое смерть и скука? Скукой многие философы считают предчувствие смерти. Но что такое смерть, никто точно тоже не знает, как и что такое жизнь. Так что эта сфера пропедевтики архитектурного воображения безумно интересна. И мне почему-то кажется, что архитектура, не будучи подвижной, не будучи динамичной, может быть, в какой-то степени, все элементы динамической архитектуры, или опыта построения движущихся домов, мне кажется, смехотворными. Но на самом деле проблема неподвижности, смерти, или жизни неподвижных смыслов, скуки и оживления – это глубины основания архитектурного воображения, архитектурного мышления. Сам я живу последние 10 лет вообще в одиночестве, и, честно говоря, даже от выка до городского образа жизни. В городах чувствую себя, ну, не то, что не в своей тарелке, но все-таки городской образ жизни для меня теперь явление скорее экзотическое, чем раньше было, когда я жил в больших городах, и это была совершенно нормальная жизнь в больших городах. Я теперь убеждаюсь в том, что города – это загадочный, странный образ жизни, очень специфический. На хуторе смысл жизни другой, чем в городе, конечно. Хутор, чем и хорош для меня, как в лаборатории для исследования города. Надо для того, чтобы понять, что такое город, надо прежде всего из него уйти. Когда человек остается один, его мозг и его сознание начинают достаточно интенсивно компенсировать отсутствие внешних раздражителей и продуцировать внутренние смыслы. Считается, что приехать в Москву – это великое достижение, и бросить Москву, Лондон, Нью-Йорк – это, в принципе, невозможно. Это уже какой-то акт самоубийства. Я попытался такой акт произвести, я обнаружил, что это не только не самоубийство, это наоборот – пробуждение к новой жизни. Переехал в деревню, в лес, на хутор. Никогда не жалею о больших городах, совершенно. Меня эта мания покинула. Когда меня спрашивают, верю ли я на самом деле в том, что это то, что я пишу, когда-нибудь осуществится, ну, что я, значит, верю. Я бы не прочь был, ну, стопроцентной уверенностью мне нет, но мне же даже этого не нужно. Мне достаточно того, что мне эта увлеченность позволяет этот день провести со смыслом. Вот сегодняшний день. Я занимаюсь теорией архитектуры, она меня интересует, волнует, я архитектуру люблю. Я с увлечением этим занимаюсь. Если бы этого не было, я бы не знал просто действительно, что бы я вообще делал. Вот если я за день не пишу статьи, я вообще не знаю, что мне в этот день делать. Я как будто, так сказать, не пообедал. Любая истина, которую вы нашли сто лет назад, вам кажется устаревшей, потому что скука входит. Откуда берется скука? Что такое скука? Животные же не знают скуки. И мы склонны считать феномен скуки скорее негативным таким свойством, а на самом деле непонятно, насколько в нем же не заключена идея инновационности, возрождения, перерождения или оживления вообще, ревитализации. Ревитализация. 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 Для меня архитектура будущего – это архитектор будущего. Что это будет за личность, как он будет мыслить и жить. Если повернуть архитектуру будущего, то я вижу в этом потрясающую перспективу жизнеутверждающей проблематизации. Когда архитектор будущего для меня – это человек, прежде всего, погруженный в проблему смысла индивидуальной и коллективной жизни. И вот беда у нас в том, что наша система обучения, современная, она всегда ориентируется на ответы. А стоило бы всю систему обучения подчинить искусству задавания вопросов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!